Питер Смит, в отличие от героя сказки Прокофьева «Петя и волк», хочет не поймать, а отпустить на свободу волка. Пусть зверь охотится на растолстевших и обленившихся английских овец, которые шатаются по острову и сгрызают траву под корень. Мы избавились от наших волков, когда избавились от наших крестьян. Крупные землеводельцы скупили всю землю в Англии и развели овец на шерсть. Народу осталось мало, и овец некому было защищать. Поэтому перестреляли всех волков. Последний английский волк умер насильственной смертью в 17 веке. Медведей здесь перебили еще раньше. Чего сейчас на острове только нет. Нет ни лосей, ни кабанов, ни росомах, ни бизонов. Все записаны в вымершие, как мамонты. Баланс природы нарушен. Ушли хищники, расплодились травоядные, сгрызли зелень, пропали целые виды птиц, насекомых, бабочек. Среди европейских стран Британия – самая последняя по числу диких животных. У нас меньше всех в Европе осталось лесов, и дикая природа исчезает гораздо быстрее, чем у других. Шесть волков, две рыси и два брата медведя – вот почти все дикие звери Великобритании. Еще есть каждой твари по паре в других заповедниках и зоопарках. Сторонники идеи одичания надеются выпустить их из клеток. Поскольку этой кучки на всю Англию не хватит, мечтают организовать импорт медведей и волков из самой лучшей для этого страны. В России самая большая популяция волков, медведей, рысей, и поэтому они у вас самые здоровые. В остальной же части Европы диких животных совсем мало, а значит, постоянно встречаются генетические отклонения. Так что наши звери могли бы пополнить список экспортируемых на Запад природных ресурсов. Но в отличие от греющих душу российского газа и водки, мысль о волках и медведях душу британцев холодит. Волки истребят здесь всех овец и коров. Очевидно, что это будет катастрофой для животноводства. Ну а плюс, что ж, пусть они сожрут всех бродячих собак. Однако же будет грустно, когда они примутся за моих оленей. Джон и Никола Флетчер разводят оленей на мясо. Их продукт закупают лучшие лондонские рестораны. С одной стороны, как люди, живущие на природе, они хотели бы ее, эту природу, наблюдать во всем разнообразии. С другой стороны, они не смогут, как мистер и миссис Смит в известном триллере, отстреливаться от диких зверюк на своей шотландской ферме. Великобритания не готова к приему диких зверей из России. По крайней мере, все, что сейчас защищает оленей, это хлипкий забор, который открывает ветром. Поэтому единственная категория граждан Великобритании, которая выиграет от ее одичания, это производители высоких бетонных заборов. Символ обглоданной английской природы – вот это деревце в клетке на ферме Джона. Так до него не дотянутся ищущие оленьи губы. Куст в клетке, как и волк. На воле бродит только средняя звено этой пищевой цепи – травоядная. Именно оно приносит землевладельцам деньги, а не волк и не капуста. А потому богатые фермеры будут противиться проекту одичания Великобритании за всех сил. Но идея завести русского волка и медведя и восстановить справедливость будет еще долго тревожить их воображение. Лиза Герсон, Борис Халфин и Павел Морозов. Телекомпания НТВ. Великобритания.